Директор психонерологического интерната Погребская Наталья Владимировна. У меня вопрос такой. В Николаевском районе отсутствует региональный представитель по обращению с отходами. Хотелось бы узнать, как решается этот вопрос в данном направлении. Спасибо. Сложный вопрос. На самом деле, мне его задают по ряду территорий. У нас региональный представитель по обращению с отходами, конечно, это удобно. Потому что есть у кого-то спрашивают непосредственно, и он систематизирует всю работу с сбором и обращением отходов. Плюс, в принципе, и переработка дальнейшая тоже возможна. У вас его нет. Местные, я так понимаю, тоже не хотят заниматься этим бизнесом, потому что он требует большого количества вложений. Ну, потому что это и машины сложные, на самом деле, это реформа Косвод. Мы видим ее, и я еще, будучи прокурором, информировал Косвод президентского власти о том, что она идет у нас со спотыканием, скажем так. Значит, на вот эту реформу нам нужно только по этим территориям миллиард 400 миллионов, значит, под полтора миллиарда рублей. И, к сожалению, нам федеральный оператор Косвод этих денег не дает. Поэтому финансировать это со средств регионального бюджета теоретически возможно. Но тогда надо отобрать деньги у других категорий. Ну, то есть, вот тех же, там, в России, там, в Сирии. Вы поймите, что у меня бюджет дефицитный. Вот я принял регион. У меня самая большая кредитная нагрузка из всех регионов Дальнего Востока. Самая большая, причем с большим отрывом. Поэтому мне приходится выбирать, что важнее. Не потому, что у меня там излишек денег, и я их там раздаю, Косвод. А выбирать между, там, знаете, матерями-одиночками, там, детьми сирытами, необходимостью строительства дорог и повышение им зарплаты учителей сложно, согласитесь, Косвод. Поэтому понятно, что там везде своя касса, везде свой бюджет, Косвод. И он уже утвержден в начале года Косвод. Я работаю уже с тем, что утверждено. Вопрос по сбору ТКО тоже очень важный вопрос. Мы его будем систематизировать, Косвод. Но я посчитал так, что мы его будем решать этапами. Что вот эту вот огромную сумму отобрать у других категорий и кинуть на то, чтобы закрыть этот опрос. То есть можно создать здесь оператора, купить эти красивые машины, которые ездят по ряду Косвод, которые там будут собирать. Купить эти баки, но для этого нужно забрать у кого-то. Потому что вот еще раз. Или там залезть опять в очень дорогостоящий кредит. А у меня и так очень забери у нас с вами, Косвод. Очень закредитованный регион. В общем, раз, два, три. Поэтому в данном случае, Косвод, вопрос мы этот решим. Дарья Викторович, Косвод, что у нас с вами работают члены правительства и Министерством ЖКХ края разрабатываются дорожные карты. Сейчас заместитель председателя правительства нам откомментирует этот вопрос по дорожной карте. Ну, сейчас начнем, сейчас другое начнем говорить. У нас на сегодняшний день оплачено порядка 61% территории. Ну, это снова город Хабаровск, Хабаровский район, еще ряд районов, Казово и так далее. Вот северную территорию мы предлагаем охватить единой зоной под рекоператоры. Это Николаевск, Ахорск, Чумикан, Аян. И учитывая, что сюда действительно инвестор не пойдет, сделать это за счет привлечения средств бюджета краевого. Вы правильно говорите о том, что мы идем этапами. Вот этап Николаевского района у нас запланирован в 25-й год, в следующий год. То есть мы не уходим там в 6-й, 7-й, 8-й год. В 25-й год у нас по плану мы должны организовать краевое государственное инвесторное предприятие, что по закону возможно. Поэтому идем, будем идти по этому пути с максимальным привлечением тех подрядчиков, которые работают на месте. И если у людей не вызывает никаких вопросов, работа местных перевозчиков и так далее. Вот такая перспектива, то есть в 25-й год мы предлагаем создать это предприятие. Почему такая сумма вами названа? Я хочу просто расшифровать. Основная сумма из того, что было названо, это создание полигона, которого здесь нет. То есть здесь есть свалка, куда возят, свозят. Она историческая свалка, она практически на большей части территории Хабаровского края именно свалки, не полигона. А здесь требуется создать полигон со всеми экологическими новыми и так далее. Такая большая сумма, она как раз связана с созданием полигона и приобретением машин, но там их действительно недостаточно. Судя по тому, что вопрос задает руководитель учреждения, проблема в том числе с вывозом отходов у юридических лиц и в том числе бюджетных учреждений. Да, рекоператор будет охватывать всех, но вопрос коснется твердых именно коммунальных отходов. Спасибо, Дмитрий Ильич. Ну, примерно так. То есть мы постараемся это сделать. Единственное, мы просто обречены на расходы, мы стараемся растянуть на несколько лет. Потому что просто бюджетный тянет. Спасибо. Добрый вечер, Дмитрий Викторович. Проблему решения... Проблему решения медицинских кадров вы озвучили. Скажите, пожалуйста, а как будет решаться дефицит педагогических кадров? Добрый вечер, вы знаете, совершенно очевидно, что проблемы одинаковые. У нас 43 вакансии. Вот я сегодня работал в школе, как я вам говорил, разговаривали с педагогами. И помимо педагогов, еще есть большое количество высококвалифицированных специалистов, которые не являются педагогами, то есть не ведут высокопедагогическую деятельность. И я сегодня вообще в ужасе был, потому что у них, получается, они получают мрот. Ну, то есть, в самом минимум. Причем, это женщина, которая там, ну, задала вопрос, она там сидит на всей бухгалтерии школы, на всех закупках, там, еду для детей. Ну, то есть, вот. И она получает, тут, три копейки, извините, вот. Вот. Значит, мы постараемся этот вопрос решить в комплексе. Я уже сказал, с помощью обязанности заместителя председателя правительства, который ведет вопросы образования. Вот. И у нас, Александр Ильич, этот вопрос после меня прокомментирует. Он готовится к УСВД ПК. Ну, я просто вот начну. У нас, действительно, большое количество, 43, по-моему, КУСВД, педагогические, только работники, нужны по Николаевску. Вот. Конечно, нам нужны программы КУСВД ПК. И таковую программу мы разрабатывать будем. КУСВД. То есть, по образу и подобию программы привлечения медицинских кадров в КУСВД, нам нужно, соответственно, трудоустраивать и педагогические кадры. Вот. Значит, засыпать деньгами педагогов, наверное, тоже неверно. Вот. То, что я для себя целеуказанием уже внутри нарисовал, что мне надо ехать к Красову Сергею Сергеевичу, это министр КУСВД просвещения, и разговаривать на этот счет. То, что я пойду к президенту докладывать после этой ситуации о том, что у нас педагогов просто нечем удержать, они на голом энтузиазме держатся после этой ситуации. И то, что у нас упущена вот эта вот история с не педагогами, но людьми, которые работают в социальных учреждениях, она для меня совершенно наглядна. Поэтому мы постараемся ее решить. Вот. Это вот как раз обращаясь к первому вопросу, который вы меня задавали, для чего нам нужны федеральные министры. Потому что я не могу взять и из своего бюджета финансировать то, что должен финансировать федеральный центр. Но как исполняющий обязанности главы региона, я точно должен отстаивать интересы людей. Поэтому я поеду к этим министрам, двум причем, там есть еще у Котяков министр труда и социальной защиты. И, соответственно, это вот та категория, которая не является педагогами, но которая тоже работает в социальных учреждениях. И вот за обе эти категории буду разговаривать, чтобы повышали зарплату. А касаемо программы, и касаемо нашего воздействия на процесс, я попрошу завести, исполняющий обязанности, и заместитель председателя правительства. Добрый день, уважаемые граждане. Глубец Витич. Здесь, на самом деле, комплексная работа должна быть. И, как вы уже отметили, это повышение заработной платы, дорогу, и это представление квартир служебных, потому что это проблема, которая тоже существует не только для врачей, но также и для учителей. Ну и, конечно, это обучение цыгляков в наших учебных заведениях. То есть мы сегодня усилим эту работу, потому что есть потребность. Потребность большая в том, что люди, и молодые люди хотят обучиться в педагогической профессии. Поэтому мы будем увеличивать количество приема и в педагогические вузы, и в среднеспециальные учебные заведения, потому что, ну, сегодня это очевидно, педагогов не хватает по всему краю, так же, как и в Николаевске. Поэтому мы эту работу будем вести, и уверен, что в ближайшие годы мы увидим изменения к лучшему. Спасибо. Продолжение следует... Замечательно. Добрый день, Смитрий Викторович. У меня вторая вопрос, а просьба помочь приобрести нам два супна. Подержите, пожалуйста. Потому что... Уже устали, да? Да, просто пусть картинка поднято ее нашла. Николай, ну, который позволяет жителям Коевского, в Николайском поселении добираться до города. А так же еще у нас есть дачники, которые так же не могут добраться до своих родителей. Поэтому у меня просто просьба помочь нам приобрести эти супна. Я понял, вот, принял в работу, значит... Вот опять, знаете, я имею в виду новую войну. Конечно, это надо делать, и делать мы это будем. Сегодня же я поставлю задачу соответствующим министерствам заниматься проработкой этого вопроса. Вот, опять же-таки, на ТЭЦ от наших сограждан я тоже услышал еще третью часть этой же проблемы. То есть они предъявили мне претензии, что, оказывается, заказывали большой паром, но его там перекупили с Халинского, с Халинского, или еще кто-то. И у нас маленький паром, который ходит в СОО. Тоже вот комплекс этих вопросов, конечно, надо решать. И когда вот я рядом с ТЭЦ увидел заброшенный судо-ремонтный и судостроительный завод, ну, сердце кровью обливается. Ну, вот, и я к чему? Ну, вот, и я действительно абсолютно уверен, что нам надо в наших... Они к чему хлопают, что сердце кровью обливается? Почему? Потому что мы решаем несколько вопросов. Твою мать! Вы че хлопаете? У нас в Хабаровске стоит незагруженный. У нас единственный завод, который загружен, в СОО, заказы, это тот, кто выполняет госаппарат заказа, это Комсомольский и Амурский судостроительный завод. Почему? Он делает военный коробок. Значит, в Хабаровске стоит чуть лучше, чем Николаевский, но тоже без заказа, Комсомольский. И у вас, ну, великолепные доги, Комсоль, вот, огромные эти корпуса, стоит заброшенный Комсольский. Конечно, мы будем покупать. И в данном случае, сюда на воздушной поездке, мы бы могли делать здесь. То есть, мы бы сделали бы замфутоцикл. То есть, это было бы наше производство, мы бы получили налоги для Николаевской Комсоль, мы бы загрузили рабочими местами, мы бы поддержали, опять же-таки, нашего производителя. Плюс мы бы эти суда построили, и более того, до бюджета дешевле бы их приобрели, чем мы будем их приобретать сейчас на внешнем рынке. Поэтому, вот, понимаете, ваш вопрос касается адресного, а я его вижу шире, я его вижу в необходимости возрождать судостроительную отрасль. И я, как прокурор, заезжал, на самом деле, несколько лет назад на этот судостроительный завод, и дядочке, который там работал, он с такой вот претензией сказал, вот, говорит, елки-палки, все суда в Корее вот эти римники ремонтируют, вместо того, чтобы ремонтировать их у нас. И это тоже большая проблема. То есть, нам надо решать ее комплекс. Но один я ее не решу. Поэтому по судам, обещаю, мы взяли в работу прямо сегодня, начнем заниматься этим вопросом, это не значит, что прямо сегодня купим суда. Ну, купим от курсота. Я себе записал, мы это делать будем. Я так понимаю, вот эти вот нектуны курсота суда на воздушной подушке, которые, опять же, производятся в Питере. Но моя задача шире. Моя задача все-таки, это производство там из Питера, из Казани, из Рыбинска, Ярославская область. То есть, есть несколько производств. Суда привезти на места, где традиционно делалось большое количество потребность у нас есть. У нас есть и потребность в морских судах, и в речном регистре. Ну, то есть, и туристические суда. И там вот наши антары, эти катамараны. А что мы их действие не делаем? Что мы их покупаем, в неизвестном деле? Это же опять наши налоги. И это предпосылки для развития нашего бизнеса. Поэтому, вы извините, я отвечаю шире, чем вы задали этот вопрос. потому что, я считаю, что если мы его не решим вот этим широким смыслом, то мы так и будем тратить большое количество денег из бюджета на то, чтобы на этом зарабатывали другие. Ну, в данном случае, те, кто производит государственную латушку. Запишешься? Если я буду спрашивать, то я буду решать. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Моисеевна Александровна. У меня такой вопрос. Мосты на автомобильных дорогах в разрушенном состоянии. Будут они вообще ремонтироваться? И когда? Еще одна какая-то. Есть программа развития транспортной системы и ежегодно в муниципальном образовании проводят эти программы. Как раз буквально две недели назад сосед Кожемек, глава Приморской Украины, как раз увольнял главу муниципального образования за то, что он разводил руками, а деньги на это выделяются. Есть специальная система, по которой высоты идут. Другой вопрос, что нам надо удешевлять мосты. Вот точно удешевлять, потому что когда начинают строить большие капитальные строения за очень большие деньги, к сожалению, это выходит столько, что в больнице несколько можно построить. Поэтому мы сейчас, вот я, кстати, в Москве был, встречался с Русатомовским предприятием, центром композитного строения. То есть это композитные материалы, ковларовые и все остальные, вот они тоже делают мосты, более крепкие, чем из бетонной, и более дешевые. Ну, то есть, то, из чего бронежилет делают, но только вот этот материал можно делать, ну, так, плоскостным и перекидываясь через небольшие. Плоскостные, что они делают? Огромные мосты из него не сделаешь. Какой-то сам у вас производящий, я считал. Они прям уверяют, что они будут гораздо дешевле и гораздо эффективнее. Мы тоже сейчас взяли работу этот вопрос, что мы будем прорабатывать. Поэтому, ну, вот, город Николаевский в программе развития транспортной инфраструктуры принимает участие. И, конечно, что касается ремонта, по подготовке, вы какие конкретно имеете рейтинг? Через какие рейтинги? Ну, давайте вот мы попросим главу района, Кусобла, Анатолий Харькович, откомментируйте конкретно, что делается по мостам и какова стоимость? Давай, давай. Давай, давай. Проблема на краю и дорогах. Это у нас мосты через речка вот половинки приезд сейчас существует. Я знаю, что там проектирование этого моста. Второй мост это через речку ватт нижний. Оно тоже мост в аварийном состоянии и вот я знаю, что его проектируется. Но вот от всех выделей еще одна краевая дорога и мост через речку Камару. вот здесь хотелось тоже этот мост вот эти три моста, которые у нас называют Ивачу. речка краевые дороги. двадцати километр Магинский. Манга четвертая Мага 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 А вот по рабочему поселку Многовершин и я как раз говорил с главой там же есть крупный блок который добывает это все. Вот абсолютно убежден, что здесь должна быть государственно-честная ответственность. Ну, эти люди, которые на нашей земле зарабатывают немалые деньги. Ну, пусть они участвуют софинансированные в этом вопросе. И, соответственно, знаете, я вам обещаю, я приговорю на этот счет, приглашу их, мы приговорим этот вопрос и попросим их, чтобы они дали внятные ответы. Потому что так понятно, ну, они же большегрузами, наверное, таскают, я не знаю, не было посуд, но при этом посуде совершенно очевидно, да, согласен с этим вопросом. Поэтому это вот задача, которую я попрошу Ирина Анатольевна Горбачева в перспективе разрешить, ко мне Ирина Анатольевна пригласить тогда к посуду. И давайте мы с ними составим разговор, чтобы они на следующий год спроектировали какую-то часть дороги восстановления. Ну, и много вы поняли, что нам будет тоже посуду. Ирина Анатольевна тогда поработать так, поэтому маску. хорошо, спасибо. Ну, примерно так. То есть работаем, видим, что дороги и мосты вызывают большое разорвание. Просто очень дорогостоящие, и зачастую мы ставим под сомнение, почему, потому что когда начинают выкатывать вот такие бюджеты к посуду, мы начинаем спрашивать, уже ковыряться в этой истории и понимать, чтобы понимать, не зашиты ли там интересы строительных компаний. Но делать будем, я все четыре точки для себя отнесу. Милин, а вот через речку Зубринка уже... Подарите, пожалуйста. У вас того переход через речку Зубринка, который находится на противоположном берегу Амура рядом с Подгорным. Там уже объездной мост ну, временный, три года уже действует, а основной мост нельзя по нему ехать. Почему? Потому что он в аварийном состоянии. Он в ремонте или приостановлен? Просто стоит и все. Приостановили, сделали объездной мост. Вот он уже... Можете что-то сказать? Да, мобильный мост это равно та же история, потому что он трехсекционный был, но достаточно дорогая история. Мы его хотели насыпным сделать. В настоящий момент с проектом зашли заново, потому что объезд есть, но, к сожалению, достаточно дорого. Тоже почти по 300 миллионов, из-за этого идем только с удешевлением. Три моста самые дорогие у вас получаются. Ну и мост через Камару, он трехсекционный, тоже железно-бетонный. Почему зашли в перепроектирование? Потому что цены очень высокие. Объезд есть, пока пользуемся объездом. Ну, тогда плюс один. Я вот эту историю тоже заслушиваю. Я, наверное, вас попрошу мне ее в перспективе доложить. Еще вопрос. Дмитрий Викторович, разрешите вопрос Захаров Эдуард Викторович, члена общественного совета Николаевского муниципального района. У нас очень много вопросов обсуждается на советах я очень часто в соцсетях вижу один насыщенный вопрос. Подводочка такая. Вы сегодня уже сказали про модернизацию города нашего на современный лагерь. В том числе современность требует инфраструктура. И есть один инфраструктурный объект. Это краевая дорога Селихино-Николаевск. Вот как раз они тоже немного сказали. Планируется в перспективе краткосрочные, долгосрочные капитальные ремонты этой дороги, асфальтирование как вот Хабаровск, Комсомольск. Да. Проблема мы это видим. Смотрите, она очень большая и очень глобальная. Практически сколько там, более ну почти 600 километров дороги. Представляете, какие это деньги. бюджет федеральный нам, к сожалению, финансирует очень мало. Сейчас приезжал министр транспорта России Старовой. Мы с ним разговаривали. Нету сейчас даже возможности поддерживать у нас проекты БКД безопасные транспортные дороги в тех объемах финансирования, в каких они были раньше. Вы же видите, мы замахнулись на какие-то глобальные проекты, у нас дорога на Казань, замечательная. Там стоит еще несколько таких глобальных проектов, которые, к сожалению, не касаются Хабаровского проекта. Причем они уже стоят в глаголе развития дорожной сети Российской Федерации. То есть это обход Сочи, ну то есть еще там несколько. Обещал Хузнолин президенту нашему, что они построят вот эту скоростную трансу до Екатеринбурга Радского суда, ну и потом когда-нибудь доведут ее до нас, до Древнего Востока. Но вот пока стоит вот этот период Казань, Екатеринбург. Плюс вот эта скоростная трасса на Санкт-Петербург тоже. К чему это все рассказывает? Эту вот историю, которая на самом деле грустная. Наши вот эти почти без нескольких километров 600 километров мы не получим глобальный финансовый проект на сразу отстройку этого. И к сожалению, вот это вот я вам цитирую федерального министра транспорта, с которым мы действительно плотно несколько дней поработали зампреда правительства, которое работает сегодня с нами. Но мы это делаем каждый год. Вот собственно на этот год у нас 20 километров и на следующий год по-моему у нас также 20. по-моему по-моему делаем ее но только на том уровне, на котором мы можем тянуть нашим оригинальным бюджетом. Мы не можем достать большое количество миллиардов и на этом и есть что-то помнить на этом и еще что-то есть что-то у нас есть с вами такая маленькая победа Сверхино-Николаевск по итогам как раз нашего согласования и защиты вошла в опорную сеть. Российская Федерация это те дороги, которые в нормативное состояние должны привести к 2030 году. Что это нам дает? Это нам дает о том, что мы на этой дороге ремонтируем все мостовые сооружения в 2025-2026 году, которые есть на протяжении всей дороги. В 2025-м году мы сделаем с 20-го по 40-й километр, ваше понимание это в асфальтовом исполнении в твердом и на следующий год мы проектируем уже капитальный ремонт 40-60 он войдет в 20-й год. В границах населенного пункта вся дорога будет сделана в асфальтовом покрытии. Вся остальная дорога будет в усовершенствованном типе грунтовом. То есть дорога будет переходного типа. Полностью если мы говорим о 596 километрах по ценам 2023 года когда мы заходили в защиту стоимость объекта была 57 миллиардов 497 миллионов. Это полностью дорога. Для сравнения дорога Сельхино-Николаевск 596 километров и дорога Москва-Санкт-Петербург 594 километра. Это ровно такая же федеральная дорога максимальная протяженность. Поэтому стоимость достаточно большая для капитального ремонта. Будем делать ее в границах населенных пунктов. Ну то есть понимаете да урбанизация Дальнего Востока ну количество людей которые живут и урбанизация Москвы и Питера которые строят ну не сопоставима просто поэтому конечно и федеральный министр говорит что мы не найдем денег сейчас делайте за свой бюджет мы делаем делаем мало понимаем что мало согласен что опорная дорога но при этом при всем если увидите что дорожники саботируют эти вопросы в качестве строительства пожалуйста пишите мне напрямую буду воздействовать тем более через механизм общественной палаты это вообще очень удобный механизм и я его исключительно поддерживаю ну и плюс давайте думать где мы можем находить резервы это вот как с многовершином ну то есть если у нас кто-то разбивает дорогу мы например сейчас в Анино вот РЖД начали так извините поддушивать вот чтобы они восстановили то что они разбили строя восточной полигоны то что мы с ними встретились сказали слушайте уважаемые ваши они тоже у них своя версия они говорят слушайте это же подрядные организации которые щебень возят это же непосредственно те кто там кладут шпалы но из одних же вот мы с ними так говорили с российскими железными дорогами что они будут фиросировать восстановление Ванянской трассы вот поэтому видите где-то резервы подсказывательно и мы будем вместе с вами воздействовать на всех чтобы наши дороги становились лучше хорошо спасибо будем обращаться тогда с нами добрый вечер Дмитрий Викторович добрый вечер дорогие земляки добрый вечер дорогие гости Зуборчук Вера Владимировна писатель советного ветерана скажите пожалуйста Дмитрий Викторович вот городок наш самый славный самый лучший дороги у нас очень быстро изнашиваются потому что все у наших и морозов и наших всех климатических условий мы конечно стараемся все чтобы они у нас были лучше и конечно своими силами ремонтируем потому что на что есть но сейчас в соцсетях смотрим как красиво все это делается в Комсомольске на море в Хабаровске за счет федерального бюджета там в общем-то очень много сделано ремонта дорог есть у нас такая возможность для нашего города из федерального бюджета получить на ремонт в Комсомольске вот тут есть нюанс есть действительно федеральная программа которая позволяет внутри городских агломераций получать деньги из федерального бюджета и ремонтировать на конкурсной основе это интересная программа но она предусмотрена для урбанизированных опять городских агломераций и что это такое то есть это города свыше 20 тысяч к сожалению Николаевск примерно у нас здесь проживает 18 и это кстати претензия к вам уважаемой женщине рожать надо больше но это не значит что к нам мужчина тоже согласен и я выполнил задержать надо лучше на самом деле все равно это не значит что отсутствует возможности ничего нельзя сделать у нас есть другая программа просто там финансирование хуже для городов от 5 до 15 тысяч для населенных пунктов мы тоже не попадаем по Николаевску но мы направили заявку в Минтранс чтобы они рассмотрели нас и позволили нам принять участие в конкурсе для чего для того чтобы все-таки мы показали Минтрансу и Ирина Анатольевна Горбачева которую у нас предприятие она как раз проговаривала допросы Минтрансу чтобы нас включили в эту программу поэтому ждем если мы этот конкурс выиграем то в 25 году мы получим финансирование и соответственно несколько дорог уже в Николаевске сможем отремонтировать добрый вечер Дмитрий Викторович я являюсь депутатом районного собрания и ко мне обратились жители поселка Многовершина ситуация такая поселки Многовершина закрыли детский сад Рябинушка и в связи с этим детей планируют перевести в старое здание детского сада номер 39 недавно мы прочитали что вы решили отремонтировать школу сельскую в селе Линково и но могли ли нам вы помочь в этом вопросе чтобы отремонтировать детский сад в поселке Многовершина добрый вечер 36 детский сад уже ругал за него главу вашего района вот он сидит скромный кусок но знает что на правительстве это просто поднимался почему ругался скромный кусок то что опять вспомнил про этот же самый там ГОК который в этом многовершенном кусок вспомнил про программы развития сельских территорий почему мы не участвовали в этой программе почему на условиях софинансирования потому что региональный бюджет муниципальный бюджет и вот крупный пользователь который разрабатывает недра не может оказать в этом плане содействия более того районам выделены средства из краевого бюджета в феврале этого года но там какой нюанс в ходе производства работ которые начались кусок были установлены существенные повреждения кто на глава и эти повреждения носят фундаментальный характер и требуют исследования то есть мы о чем не понимаем то ли его надо сносить и строить новый сад то ли возможно все-таки техническое состояние здания оценить реконструировать его и соответственно понять стоимость работы вот эта работа сейчас в активной фазе летом поэтому отселять скорее всего мы будем кусок поручение главе муниципального района кусок я уже там кусок в этой части что нужно проработать кусок руководством ГОГО многогрешины подсоединить их к этому финансированию потому что там достаточно большое количество денег которые требуются кусок на это а Анатолий Михайлович продолжил мой ответ почему потому что все-таки людей интересует даже не наша стройка а людей интересует каким образом будут детишки наши не обучаться наверное как детском саде называется находиться посещать совершенно верно работа ведется по двум направлениям первое направление это заключен договор на проведение изыскательских работ по предыдущему детскому саду проектная компания проводит изыскания и даст заключение или можно ремонтировать данный садик или вообще его сокрыть если можно тогда это будет проектирование а затем строительство по поручению Митрия Викторовича я прошел переговоры провел с руководством Вершинки они готовы вот после получения заключения и определения цены оказать помощь если это возможно восстановление данного детского сада для того чтобы где-то детей можно было было